всем добрый день всем привет из подмосковья сегодня приехала забирать гортензии которые заказала по сайту частный питомничек здесь занимается распространением и посадками черенками гортензии семья недалеко от нашего дома 20 километров всего лишь от моего дома называется питомник аннабель ссылочку оставлю под видео кому захочется можете заказать ассортимент неплохой и вот я приехала сейчас забрать три своих саженца немножко разрешили снять вот так выглядит их зона где они проживают чуть-чуть можно посмотреть вот так примерно выглядит их ней садик вот такие вот саженцы я приобрела у них три наименования видно вам как называется саженцы 1 год очки по сайту набрала в корзину оплатила все как положено заказ приняли обработали и сама вызова сама вывоза можно забрать эти саженцы вот такая у них входная зона очень интересные туи вот так оформлен красиво посмотрите какие мне нравятся очень такие можжевельники плоская форма почва покровная ну вот так выглядит их садик дальше уже и не проходила забрала саженцы и поехали мы домой сейчас будем производить посадку наших саженцев я все вам покажу как я это делаю ну вот такие саженцы с такой корневой системой годовалые саженцы привезла к себе на дачу сегодня день хороший для посадочки еще время есть то есть середина сентября конец уже сентября 20 числа туда думаю что все это приживется накроем прикроем и все будет хорошо думаю что не будет пересорта так как покупала уже ванилу фрайс себе и был пересорт у меня такой нет у меня гортензии очень хочу иметь у себя на даче вот приобрела поговорила с владельцами частного вот этого питомника сказали что они очень ответственно относятся к пересорту то есть этого быть не должно у них вот посмотрим как что будет сейчас приготовила уже посадочную ямку сделала 50 на 50 у нас где-то объем такой вот и внизу все прорыхлила хорошо прям почти на две лопаты прорыхлила грунт пролила водичкой вот сейчас он у меня постоял уже этот грунт пропитался хорошо теперь буду смешивать землю которая нужна для гортензии гортензии любит подкисленную почву купили в садовом центре такой вот торф низинный с ph 4 с половиной вот в темном здесь вот таком он тоне влажный такой влажный влажный тяжелый пакетик был хвойный опад обязательно это у нас тоже всегда есть здесь под руками леса рядом набираем всегда и подсыпаем подгон гортензии под наши туи здесь компост свой который тоже всегда есть и немножко песка песочка немножко потому что песочек не такой вот не крупно зернистый такой вот меленький очень много добавлять не буду потому что тоже все таки он прессует землю мне не очень нравится этот песок но другого пока нет вода ну и обязательно потом после посадочки обязательно обработаю чисто цветом от комплекса болезней всегда когда привожу новые свои посадки с питомников или садовых центров обязательно обрабатываю или марганцовкой когда уже совсем ничего нету но сейчас много всего у нас про запас и розы еще обрабатывали недавно и все у нас есть в общем приготовила для того чтобы все это сделать и плюс наверное положу ложечку осеннего удобрения для гортензии у меня еще остались удобрения то есть можно бросить не специально такие по одному там суперфосфат селитра калийная калиевая селитра вернее в общем все что есть у меня сейчас на сегодняшний день все вот это сейчас перемешаем и будем делать посадочку ну вот такой грунт мы приготовили и посмотрите корневая система конечно вся уже оплетена полностью оплети оплела ком земляной немножко надо конечно распотрошить ее сейчас я вот так ручками чуть-чуть поделаю чтобы он немножко не такой прям вот был скованный весь а немножечко конечно чтобы корешки сосались в новую земельку и пошли немножко на укоренение еще в рост корни хорошие лохматенькие на питание конечно уже тут никакого нету хорошего сейчас вот ей будет намного легче сильно заглублять нельзя вот так как она росла так мы и посадим ее эту шеечку оставим вот ну примерно вот так я померила примерно вот так одной рукой неудобно сейчас посажу и покажу вам ну вот гортензия моя посажена таким же способом сейчас буду сажать и еще две свои гортензии вот хотела сказать о гортензии вильмс рэд она очень рано зацветает поэтому я ее взяла она зацветает где-то в конце июня уже начинает цвести сейчас вот буду сажать эти гортензии сделала небольшую подсыпочку под корешки и под приствольный кружочек такой вот сделала чтобы было уже на зиму им тепло этим корешкам но она такая морозостойкая минус 35 минус 38 заявлено выносит наши морозы российские думаю что приживется все будет хорошо время еще есть сегодня хотя у нас подмосковье уже был легкий морозец бархотки наши уже вот так вот повисли видите посмотрите вот так у нас сегодня уже выглядит наш садик цветочки пожухли и в общем то сейчас надо все это уже удалять потому что ничего уже не восстановится ну вот так закончу свое видео сейчас обязательно опрыскаю еще обязательно потому что всегда обрабатываю еще раз говорю и я думаю наше растение на следующий год покажет себя уже своей красоте потихонечку нарастет кустик будем формировать где-то со второго года пока вот так она выглядит я считаю это хорошо в общем то будем смотреть и следить и ухаживать всем спасибо за просмотр всего хорошего всем до новых встреч